Запрет на богослужение, свадьба на 10 человек и никаких новогодних гуляний. Руководитель Роспотребнадзора Республики предложил ввести ряд новых ограничительных мер в связи с увеличением больных с COVID-19. Инициатива была поддержана и главой Республики. Подробнее расскажет Патьмат Ханапова. Нового года в Дагестане может не быть, по крайней мере, торжеств, связанных с ним. Среди предложений Роспотребнадзора запрет на корпоративы и на праздники в образовательных учреждениях. Что касается иных коллективных мероприятий, то провести их можно будет в присутствии не более 10 человек. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания. Обеспечить совершение религиозных обрядов, ритуальное омовение, бракосочетание, отпевание, венчание, крестины или то-то, при ограниченном присутствии близких людей. Ну, не более 10 человек. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с ковидом. За последние сутки зафиксировано 112 новых случаев заражения. Возросло также количество госпитализации. На протяжении нескольких месяцев мы имели относительно стабильную эпидемиологическую обстановку. То есть количество госпитализации у нас не превышало порядка 200 человек в сутки. И тут развернутый коечный фонд. С 25 ноября мы отметили рост. И этот рост составил 264 человека в сутки. И 29 ноября мы получили 307 госпитализаций в сутки. И это не могло не вызвать наше беспокойство. Большинство заболевших, согласно озвученным данным, заразились ковид-19 на соболезнованиях, свадьбах и торговых центрах. В зоне риска оказались и мечети, хотя образовательных учреждений в этом списке нет. Поэтому, как говорят специалисты, в переходе на дистанционное обучение пока нет необходимости. Но для граждан в возрасте 65 лет и старше с 4 по 17 декабря предлагают продлить режим самоизоляции. У нас увеличился, к сожалению, вот этот удельный вес заболевших людей старшего возраста. Пока это лишь предложение Роспотребнадзора, однако инициатива была поддержана Сергеем Меликовым. Теперь остается ждать соответствующего указа главы Дагестана. Сообщается, что новые правила не станут рекомендациями, а будут носить обязательный характер. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.